Биатлон для спасателей. В четверг в рамках года пожарной охраны прошли вторые в нашем регионе открытые соревнования по многоборью среди подразделений противопожарной службы. Надеть боевую одежду на скорости, маневрировать на спецавтомобилях, преодолеть полосу препятствий. Все это лишь малая часть заданий, с которыми нужно справиться. Основная цель организаторов – сделать соревновательный процесс площадкой для тренировок и совершенствования навыков. Чтобы они учились и тренировались, и то, что они умеют делать, чтобы это мастерство они оттачивали на этих этапах. Чтобы общались между собой, наверное, чтобы смотрели, что могут другие, чтобы подтягивались в этом отношении. И, естественно, вот этот приобретенный опыт они применяли в чрезвычайных ситуациях, в ликвидации которых они участвуют. В пожарном биатлоне важно максимально быстро преодолеть все этапы. Правда, в отличие от настоящего, штрафных кругов за промахи не назначают. К слову, последние и бывают нечасто. Хотя попасть в мишень из пожарного рукава с первого раза – задача не из простых. «Поехали!» «Когда из автомобиля стационарного ответного ствола будут поражать три мишени. Потому что расстояние большое до этих мишеней, да, то есть и тут и работа водителя, то есть нужно быстро подать вот этот ответный ствол. И пожарному надо прицелиться, попасть, избить мишень». Команда специализированной пожарно-спасательной части к финишу пришла с результатом в 16 минут. Поступали третьими. От финального времени первых двух команд отставания на несколько минут. Но участники не расстраиваются, ведь главное здесь не победа, а возможность попробовать свои силы и научиться чему-то новому. Тем более, что выложились по максимуму. «Наш расчет выступает первый раз в этом году. То есть, в принципе, много неизвестного, много сложного. Но соревнования достаточно интересные по, так сказать, своему наполнению. То есть много элементов и работа с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, работа с пожарным оборудованием. То есть, ну, в целом, как бы, выступили для первого раза достойно». В соревнованиях приняли участие 10 подразделений. В нелегкой борьбе победу одержали пожарные из Пучежа. А чемпионы прошлого года, Лежневские спасатели, заняли почетное второе место.